Мир всем! Мир всем! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровения, 14 глава, 4-5 стихи. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнисом, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнису. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Толкование. Первое. Во-первых, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Здесь не имеется в виду невинность в плоском грехе блудай и прелюбодействуй, как в грехе против седьмой заповеди. Исход 20 глава, 14 стихи, Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-28 стихи. Также здесь не имеется в виду блудодеяние в переносном смысле понимания, как неверность Богу, идолопоклонству и прочие всевозможные пороки. И от буквального прелюбодеяния евреям, 13 глава, 14 стихи, и от духовного в виде идолопоклонства и подобного ему, 1 Иоанна 5, 21, должны быть свободны все вообще христиане. Это не может быть особенным достоинством совершеннейшего христианина. Здесь речь идет о девственниках, о той особой степени высшего целомудрия, которую принесло с собой христианство. Это те, которые вовсе не женились и не выходили замуж. Девство есть высшее христианское добродетель, предлагаемое совершеннейшим чадом церкви. О девстве учил сам Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 19 глава, 11 и 22 стихи. И апостол Павел, 1 Коринфянам, 7 глава, 8-9 стихи, 32-33-38. Девство почти совсем не встречалось у древних народов и было явлено миру христианству. Девственники, начиная с Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова, апостола Павла, украшали церковь с самого его начала, пока в конце 3-4 веков не образовался особый институт монашества, являющийся сердцевиной и красной церкви. Монашество – это высшая школа благочестия и подвижничества. Кладовая богословская мысль – это огонь, испепеливший идолопоклонство и просветивший христианским учением Вселенную. Почти все великие подвижники, чудотворцы, учителя, миссионеры, монахи. Со временем весь епископат, а на западе все священство становится монашествующими. И в кончину века велик будет подвиг девства. Мы видим здесь сонмы святых последнего времени, не осквернившихся женами, ибо они девственны. При страшных гонениях антихриста и условиях антихристианского мира сама жизнь будет вынуждена, сама жизнь будет вынуждать желающих сохранить верность к Христу, отказаться от брачной жизни. О высоте и значении девства очень много писали святые отцы в своих трудах по скетике и нравственнике, которые не осквернили с женами. Неужели брак оскверняет? Вопрос. Освящаемый церковью брак через таинство венчания, молитвы и все благодатные средства в церкви «Честен и непорочен». В плане к евреям 13.4. Но все-таки, далее цитата 1 Тимофею 2.14, «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление». И еще Сирахов 25.27. «От жены – начало греха, и через нее все мы умираем». Так, секундочку. Я говорю, секунду, а все, уже прошла секунду. Никогда секунду не говоря, но ничего не значит. Минута, что-то. И еще одна церковь «Кто может вместить, да вместит». Матфея 19.12. Второе. Во-вторых, это те, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел. «Агнец Божий Иисус из Назарета, еще ходя по земле, сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Иван говорит, Матфея 16.24. Еще одна цитата. Матфея 10.37-38. «Кто любит отца и мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня». Эти же 144 тысячи оставили все. Отказались от брака, имущества, земных почестей и славы, мирских занятий и всего прилипляющего к земле. И возвысив ум свой к горнему, последовали за Христом. «Это о них, — говорит апостол, — вы умерли, и жизнь ваша сокрыта за Христом в Боге». Колоссянам 3.3. «Моя жизнь во Христе, — так дерзнул назвать свою книгу, великий подвижник земли русской, протоиерея Иоанн Кронштадтский». Далее. «Куда бы он ни пошел, а куда идет Агни? Куда следовать за ним? Он идет в воды Иордана, следуешь ли за ним во святом крещении? Он идет в пустыню искушения и побеждает мукового. Следуешь ли за ним? Он идет в дома грешников и презренных, следуешь ли за ним? Он уединяется в пустынные места для долгой молитвы, следуешь ли за ним? Он переносит зной дня и холод ночи, не имея где головы преклонить, умоляясь. Тем не только перед ангелами, но и перед лисицами и птицами, следуешь ли за ним? Он предстает перед учителями и правителями мира сего и свидетельствует им об истине и обличает их. Следуешь ли за ним? Он переносит невыразимые муки и страдания. Муки и страдания. Следуешь ли за ним? Он идет на крест. Следуешь ли за ним? Эти 144 тысячи не указывают Христу место, где они хотят быть с ним, но следует за ним, куда бы он ни пошел. Не указывай и ты, душа, но иди, тебя зовет Христос. Третье. Третьих, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агницу. Много искупленных из людей, имеющих наследовать спасение, но эти искуплены, как первенцы Богу. Они лучшие и совершеннейшие его чадо. Это будут первенцы того совершенства, которое достижимо при исключительных обстоятельствах последнего времени. Четвертых, в устах их нет лукавства. Дьявол, ложец и отец лжи. В Англии от Ана 8, 44. Лживые уста, уста дьявола. Тому победа над ним не может быть достигнута иначе, как победой над ложью и лукавством. Как далеки от истины те верующие, которые допускают своей жизнью ложь. Их устами вещает дьявол, ибо ложь порождается только им. Говорят о лживоспасении, вот святой лжи, но таковой нет. Есть только ложь, погибель и лукавство. Мотивация лжи, ради чего лгать, будет усматриваться только при установлении степени наказания. Гибель же постигнет всех, в чьих устах будет обнаружено лукавство и ложь. Ибо всех лжецов учились в озере горящим огнем и серым. 21 глава 8 стих. В устах же этих ста сорока четырех тысячах нет лукавства, и они блаженствуются Христом. Пятых, они непорочны пред престолом Божьим. Это уже высшее. Человек часто бывает непорочен в собственных глазах, в глазах своих почитателей, но уже крайне редко бывает непорочен перед своими недругами или судьями. Эти же непорочны перед белым престолом Божественной славы. Неужели это возможно? Нет. Своими силами и делами этого достичь не может никто. Человеком это невозможно. В Англии от Матфея 19.26. Но тут же и сказано, Богу же все возможно. Кровью Ангца омываются следующие за ним, куда бы он ни пошел. Своей богоугодной жизнью, через благодать Божию, держают эту дивную непорочность с престолом Божиим. Это святые, почитаемые церковью. Пожалуйста, вопросы. Игнат Тихонович. Далеко он там. Вопрос. Вы в 7-8 томе разбираете монашек и обречаете их за то, что они не пошли на проповедь и ставите их в вину миллиард мусульман. Как же так случилось, что девственники, монахи по замыслу Божьей, которые должны являться красой церкви, на самом деле оказались ее позором, что ли, или как это выразить иными словами. Как так могло произойти? Ну, как произошло? Как могло произойти? Почему Каин восстал на Авеля? Мы видим, что зависть... Дьявол позавидовал, но написано, говорит, что завистью дьявола смерть вошла в мир. Завистью дьявола была подмена собственными усилиями заслужить Царствие Божие. Ставили рекорды, кто больше постится. А Господь, говорит, через апостола Павла, говорит, получаем спасение даром. А православные вообще не терпят от вас. Как даром? На дармовщинку? Да что? Даром. Все наши усилия, вся праведность, как запачканная одежда. Господь предоставил один путь веры. А здесь так приходят люди, значит, ну, это хорошо. Один это определенно лучше. Не связанные с семьей, у тебя переживаний нету. Ну, для чего? Как угодить Господу? А Господу мы можем угодить только согласно Священного Писания. Мы про Бога ничего не знаем, живя на земле, кроме написанного в Библии. Все. Так и надо ее изучать день и ночь. А здесь спрятали. В России крещение когда было? В 989-м. А когда Библию дали? В 1876-м. Практически 900 лет, как будто не слышали, не видели. Библии нету. И народ ничего не знает. Все понимали. Итак, монашество, так как второе крещение. Какое крещение? А мы даем обещание Богу. Да написано в крещении обещание. Они как бы подчеркивали, в крещении ничего не было. Я тут составлял, вот на днях только показал этот материал. Выбирай, царство небесное подобно купцу. Царство небесное подобно. Вышел сеять или сеять. Подобно женщине, взявшей три меры муки. Подобно, подобно, подобно. Ни в одно монашество не попадает. Ни даже ни грамма. Ни одной ногой, ни одним пальцем. А как? Это надо было другие притчи сказать. Царство небесное подобно людям, которые решили не жениться. И слушаться не Бога, а у человека. И в этом они пребывают. Учиться, поститься, по 50-60 дней не есть, не пить, отречься от всех, бросить жену, бросить детей, бросить родителей. И церковь тогда уже канонами стала душить. Кто оставляет по благим намерениям где-то, будет подклятвый. Подклятвый, то есть, проклят. Детей оставил, то есть, согласно этих канонов, Алексей, Божий человек, он проклят. А здесь прославляется. Все вывернулось. И каноны правильно, и все, но вывих определенный. Государство стало разваливаться. И как они их учили? А чем он лучше-то мусульман? Перед входом в монастырь три пальмы. На каждой пальме висят плети. Это объяснение. Мы смотрим это прямо я занимался этими уставами. Все выписывали уставы. Восьмой том, седьмой у меня открытым оком. Для наказания провинившийся монахом. Пороть их надо. Второе отдельно там и прямо написано для чего. Если куда-то сбежал, теперь какая кара ему будет? Третья плеть для приходящих, которые приходят молиться и нарушают порядок. Никакого воспитания нет. Упороть русского мужика, как Федор Карамазов говорит. Вот оно и пошло этим путем. Вот считаешь, варлама и осапа житие. Но грузины выпустили. Книга называлась Балавариане. Уверовал царевич. Его народ любит. Он тянется, однако, за своим учителем в пустыню. Идут люди. Сотни тысяч людей плащут. Не уходи. Мы язычники. Мы ничего не знаем. Страна Индии была бы православная. Нет. Церковь прославляет то, что он бросил, ушел и спрятался. Вот какое дело-то. Это так же было и там, где мусульманцы сегодня. Там пустыня сегодня. Одни пески. Ничего нет. Андрей Кураев об этом писал. Я, говорит, проехал по местам. Говорит, свечку затеплить нельзя, чтобы на тебя злобные взгляды не смотрели. Я сегодня говорил, ну, мальчишка там у мусульман переоделся в Деда Мороза-то. Они его сразу зарезали. И не где-то, а бывший Узбекистан. А этот елку поставил чемпион мира в Англии. Можете даже зарядить, найти. Ему угрозы пошли уничтожить все родство. Это самая мирная религия. Они говорят, что ислам это мирная. Она ни во что ставит. Почему? Главное достичь цели. А цель такая всех подчинить исламу, сложить под меч Мухаммада. Все. Вот так у христиан было. А они специально посылали людей и учили их, как бросить родных, близких уйти. И они учили их. Вот приходят в церковь, познакомились. Ну, зашел монах и говорит, у вас есть такие настоящие христиане? Есть, говорит. А кто? Да вот богатый один, говорит. Он все имение раздал. Он богодельню построил, больных всех подобрал. Ну, настоящие. Теперь он начинает его обрабатывать. Он все бросает, а молодой совсем, и идет. Что они там с ним делают, неизвестно. Они как мормоны были. И он умирает. Умирает молодых летах. Этот человек перспективный, живущий в миру. Он снова этот выходит, человек. Опять находит такого же. Опять уговаривает его, приводит в монастырь, и он умирает. Один, два, а то подряд. Кого не приведет, тот и умирает. От тоски или отравляет. Я даже знать не знаю, что. Они все на выдержку брали. Люди-то ничего не знают. Понимают, монах это клобук на голове, одежда длинная, черная, обязательно черная. А ангелы черными не являются. Другой является черным. Вот представь себе, картина такая. Он подошел к монастырю, у ворот сидит. Пустите в монастырь. А у тебя ребенок, сколько ему? Ну сколько, пять лет уже скоро будет. Ну куда мы с ребенком-то? Ну а куда я пойду? У меня ни работы, ни питания, ничего нет. Они его не берут и наблюдают. Не просто так. Наконец выходит их учитель и говорит, ты согласен ребенка отдать, и чтобы больше ты к нему не прикасался? Что бы с ним не было, ты не заступаешься, не лезешь. Без тебя прокормят. Согласен. Говорят, хороший мужик, сразу ребенка отделили. Но не спрятали никуда его. Они его не кормят. Он живет в сырости. Весь обовшивил, ободранный, голодный. Он нашует отца, отец щадит обувь, там щинит. Он подходит, тяде там, он даже не глядит на него. Ребенок понять ничего не может. Да как же так? Матери нету, отец меня на руках носил, а теперь не знают. Он подходит, он отталкивает его, отойди. А они наблюдают и видят, что уже третий день. И наконец видят, что его не пробить мужика слезами ребенка. Тут уже новое. Они были, хороший режиссер. Они срежиссировали. Так, настоятель вызвал его, знаешь, нам надоело. Крик ребенка мешает молиться. Значит, как только ребенок подойдет к тебе, ты должен схватить его, а тут до берега немного, метров 150. Подбежать к берегу и с высоты ребенка бросить в воду. А рядом река. Он это делает. Хватает ребенка, подбегает к берегу и забрасывает его. Молчать надо ли, что до сегодня его под суд отдали бы, его бы растерзали на клощи. Но они там сделали сеть за пруды и поймали ребенка. Теперь ему искусственное дыхание откачали. И сразу решили, братья, вот такого нам и надо. Железо. Вот если настоятель умрет, его изберем. То есть садист стопроцентный. И это все они описывают как подвиги. Возьми устав Венедикта, Пахомия, Соловецких островов. Уставы разные были. Вот сейчас мы в миру живем, рыбу нельзя. А на Соловках можно даже Великий Пост. Почему? У них ничего нету, кроме сущей, это сушеная рыба. Это, а в другом, он, так же ребенок плачет, и главное, что обовшивейший, голодный, грязный. И ты не должен обращать внимание. Ты Бога избрал. Кто любит сына, больше меня не достоин меня. А где же любовь? В следующий раз подходят они, у него огромная печь, хлебы печет. Хватай его в печь, толкай. Он схватил, мало не говоря, ребенка в печь, но дальше уже монашеские басни. Печь сразу угасла. Да пока она угасала, от ребенка ничего не осталось. Это люди, не знаете, еще я специально занимался этим. Более жестокого, страшного ничего не было, как монашество. Первые три года за монастырь не выпускают, за стены. Проверяют, чтобы не сбежал. А передать им имение, все подписать, дом, квартиру, все подписывает им. Монастыри-то самые богатые были. Вот у них перед этим было 120 тысяч крестьян. Ему зачем 120 тысяч? Тысяч! Сотни разных поселений и прочее. И вот теперь открываются дворота, а над ними старший бригадир. Ну, где-то работает, и кто-то крадущий там пропал, где-то и убежал. Хватились через три часа. Они, видимо, с собаками там, его следовую работу нигде нету. И даже кара теперь падает на бригадира. Все! Хана в мужику. Он не мог найти, а три часа, это значит, ближайшие, примерно так они посчитали. Он уже там скрылся в толпе, его не найти. Если получили посылку, посылку нельзя. Да Красный Крест даже в гитлеровском плену англичане получали. Получали Красный Крест. Здесь нельзя. Разберется настоятель. Разговаривать нельзя. Ни дорогой, ни когда на обед идут, ни за обедом, нигде не разговаривать. Вот считаем, Федора Священный, к нему пришел брат. Тоже его, говорится, сблатовал. Брат отпросил, свои родители отпустили. Он пришел, а его нет. Он сел у него в келье, посидел, брат пришел. Здорово, Федя! Не разговаривает даже. Да ты чего, Федя? Ты же мне говорил в монастыре так любят друг друга. А зачем пришел? Ну ты же говорил в монастыре, ты мой покой нарушаешь, я не хочу тебя видеть. А пацан еще совсем молоденький. Он тронул сердце даже учителя Пахомия. Он говорит, а что брат вышел, плачет? Не знаю. Он поговорил, как так? Я шел, я столько километров шел, и радовался встрече, а он меня прогнал, и нет, он вылоп, Федя. Ну нельзя так это. Ну как же, отче, ты же меня учил? Учил? Ты же меня, я твой ученик. Это жестокость, непримиримость. Все вот эти ереси порождало монашество здесь, восточное. У западной церкви этих ересей не было. Вообще не было там этого. Вот это, когда начинаешь седьмой, восьмой том, открытым оком, посчитай. Я беру жития по Дмитрию Ростовскому, допустим, такой-то мне вопрос задают, а как они насчет того, чтобы воспитать там своих детей остались. Я беру из разных житей этот отрывок, где о детях говорится. Шесть. Шесть, а иногда десять святых житей, и показываю это. А если голод был как, там все сказано. Так это то, что пропустил Дмитрий Ростовский, то, что цензура пропустила. А сколько-то было, может, в тысячу раз больше. Вот и все. А одному это хорошо. Я говорю, как образец, это Марфа-Мариинская обитель. Вот. Не надо никаких обетов. У них одежда своя, все, матушка-матушка. Полюбила кого-то. Я вот полюбила инвалида там ухаживали за больными. Езжай, матушка, с Богом. А если это монах женится, брак расторгнуть. Вот он, мужик, от нее бросил тут. В журнале Огонек, что ли, тут писали где-то. Он не знал, куда на Соловецке. Сейчас наш современник где-то. Баба Шустра нашла его. Нашла, и к нему, и Игорек, Игорек, мужик, не знает, монахи как бросились на нее, за волосы. Утащили, в лодку бросили, и скорее на тот берег ее проплыли, там выкинули, все еще раз придешь, утопим. И все на этом. Другой монах убегает. Сейчас современники, они его поймали, приковали к батарее, он сидит там, в проголодь кормят. Другой пришел, его утешает. Ты подвиг, брат, Пахоми совершаешь. Вот умрешь, мы тебя расчленим, у нас мощи будут, мы будем резать тебя, и утешает его. Ну, он как-то цепь открутил, да сбежал. И все это в редакции сказал. Люди не знают, что такое монашество. Посчитайте, что Андрей Кураев пишет. Я буду тебя постригать. Он говорит, как бы епископ. А если епископ бросает ножницы, он ползет, при всем народе, вот я видел своими глазами, ножницы ползком, по-пластунски, в храме, подает ему, народ вокруг смотрит, постриги меня. Он опять бросает, показать, что я не хотел стричь тебя. Вот я у тебя все отниму, квартиру ты отдал, и я тебя выгоню в любой день. Ни крошки хлеба не дам, никто с меня не спросит. Власть моя полная. Ты на вокзале загнешься, голодный. Так, ножи собери. А я так не хочу. А другого нету. Андрей Кураев это пишет, а он видел не один раз, это как делается. Я выгоню тебя, не предъявляя никаких обвинений, ничего. Просто не понравился ты мне, не так повернулся. Я тебя вышивну из монастыря. Вот это вот народилось, и это пошло, и пришло. На Русь пришло христианство монаши, на монахи. И вот Господь послал на них меч. Пришел вилл из Вавилона и наполнил рвы, все в Бутово. Там президент Путин ходил, и все время, говорит, только сокрушал. Так что это? Это чудовищно. Да что это такое? Говорят, вот здесь вот лежит тысяча в могиле, вот здесь пять тысяч. Священству все выхлестали. Вот так. И это не случайно. Наконец, все отыгралось. Вы помните, как Ульянов стоял, оперся, мы пойдем другим путем. Это путь крови, путь мести. А монахи-то что делали? Только католическая инквизиция унесла 12 миллионов за собой. Если бросили воду в бассейне, выплыл человек, значит, сатана помог казнить на костер. А если утонул, невиновен, можно канонизировать Божьей милостью. Но выхода из бассейна нет. Все, забыли? Каким путем пошло человеческое? Оно намного сильнее божественного здесь на земле. Для невозрожденных. И туда люди лезли, понимали, кусок хлеба обеспечен. Они работали, все у них было. Люди умирают, а у них хлеб лежал, а там попадают черные зерна такие. А они ядовитые, споры там в человеке как-то расплаждались. А у монахов лежало по 7-10 лет. И он в это время вся вредность погибала. И люди говорили, монаш из каких-то хлеб-то заразы не несет. Конечно, не несет. Я их насчитывал, сейчас выставлять начал. У меня их видеороликов оформили. Сейчас я даже мог бы сказать, сколько... Это не одна минута. Вот. Жития святых. Сейчас я просто покажу. Библия, ГУЛАГ. Библия 156. А жития, что-то то ли неизвестно, или что, добротолюбие. 230 будет. Ну, вот где-то тут. Золотовый с 1262. Два файла. Ну, вот такое дело. А почему же жития-то нет? А, почему? Потому что другой человек, вот же дело, 1173. Файла было бы. 300 отнять, и сейчас я начал выставлять. Там мы выставили год раньше были. И в биографии нигде ни одного слова Христос не говорил, чтобы в кучу собирались девственники. Они идут за Христом, а не за Аввой. Авва – это отец. Авва – отче. Отец отцов. Вот такой ответ. Человеческая. Что, примолки? Там, может, кто-то хочет, чтобы постригли его? Поднимайте руки. В ближайший монастырь. Никого нету. Все замерли. Не, мы ее есть. Мы просто не хотим постригаться. Я занимался уставами. Все, какие можно было достать. Только Василия Великого, этот защитник монашества. Все уставы. Все они. Вот, а что я говорил вот такого состава. Ничего не надо. Вместе миссионерские школы были, там можно научить по два человека миссия. А сегодня отдел миссионерский. Что-то они там критикуют кого-то. Какое это отношение к миссии? Миссия – это труд Духа Святого. А они понятия не имеют. Миссионерский отдел – это самый чудовищный обман сегодня. Этого никто не видит. До самого вверху. И нигде про это не написано. Я нигде не считал. Я беру все из Библии. Господь послал апостолов по два. Семьдесят избрал и тут же по два послал. По два. Нигде по три даже не посылал. Ну, кто за рулем сидит, он никакого отношения-то не имеет. Крутит баранку. Тот третий. Приехали Кирилл и Мефодий. Двое. Ну, чего непонятно-то я не пойму. Двое. И они вымоливают у Бога. И Бог открывает. И о чем говорить, ты не знаешь. Бог тебе положит, что на сердце, какому человеку сказать. Они этого не знают. Он начинает давить грамоту. Он ни к селу, ни к городу. Еще он болтает. Здесь несколько слов, душа обратилась. Самое сокровенное, что он таил. Вот он как сказал в Самарянке, он знал, сколько у нее мужей. Все открыто было. Мессия показал нам. Бог открывает. Нужное. Как сказать? Даже сатане Господь отвечал местами Писания. Они Писания-то не знают. Три вопроса, три искушения, три места из Библии. И сатана пал. Отступил. Не подошел больше. А сегодня он начинает городить. Да вот такой-то, там-то. Давай. Отошел. Откровение, 14 глава, 6-7 стихи. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники. Вот толкование. Иоанн увидел далее другого ангела. Здесь мы имеем указание не на какого-то определенного другого ангела и, пожалуй, даже не на какое-то определенное событие, которое должно произойти. Словом, другого Иоанн более хочет указать на то, что увидел еще другое явление другого ангела, летящего посредине неба. Как ранее он видел ангела, летящего посреди неба и возвещавшего троекратное горе, 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 живущим на земле. 8 глава, 6-7 стихи. Здесь он видел ангела, летящего посреди неба и возвещавшего всем живущим на земле вечное Евангелие. Есть ли связь? А если есть, то какая между видением этого ангела и конкретными событиями истории и домостроительства спасения? Вопрос. Это определить, по крайней мере, трудно, и мы этого делать не будем. Ясно только, что это видение о кончине века. Слова по средине неба указывают на небесную высоту ангела. Это не земные благовестники, ангелы церквей и не сам Христос, но в буквальном смысле небесный ангел, которого видел Иоанн. Как летящий посредине неба, он призван возвести людей на небо и возвести земле в волю небес. Этот ангел и имел вечное Евангелие. В различные времена людям благовествуется различное. Одно Бог открывал своим угодникам до потопа, а другое открывал своему народу через законы пророков в Ветхом Завете, и иной открыл в Новом Завете. Что же означает Вечное Евангелие, которое имел Ветящий Ангел? Этим указывается, что возвещаемое ангелом было предопределено от века. Цитата, 1 Петра, 1 глава, 23-25 стихи. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек, Слово Господне пребывает вовек, а это и есть то Слово, которое вам проповедано. Пройдет всякое другое Слово и весть человеческая, но вечно Евангелие, предопределенное от века и навек. Далее, чтобы благовествовать, читая далее возвещаемое ангелом, не обнаруживаешь, что это радостная весть. И все-таки сказано, благовествовать, ибо всякая весть от Бога блага по своей природе, как возвещающая волю благого Бога. Рок Неймия, 9 глава, 31 стих. Благо и весть о суде, ибо пресекается нечестие, а праведники получают воздаяние. Эта весть будет возвещена народу. Эта весть будет возвещена живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. К кончине века проповедана будет Евангелие Царствия по всей Вселенной. И вот, когда окончится благовествование покаяния и прощения грехов всем народам, тогда будет им всем возвещено вечное Евангелие, благовествование о наступлении часа суда. Далее приводятся слова ангельского благовествования. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Здесь уже не о просвещении язычников и неверных. Уже не говорится, «Познайте Бога и веруйте Ему», ибо благовествование по свидетельству всем народам Матфея 24.14 уже завершено. «Теперь наступил час суда Его, потому, боявшиеся Антихриста и славившие Его как Бога, убойтесь истинного Бога в страхе великом перед грядущей вечностью мучений. «Не желавшие добровольно от сердца славить небесного Бога, воздайте Ему славу, как тварь, застегнутая врасплох на месте преступления грозным судьей». Либо в «Лето Господне благоприятное» Лука 4.19, либо в «Час суда», но все должны будут воздать Ему славу. «Вы поклонились твари Антихристу и Его иконе, так и поклонитесь же теперь студный час сотворившему небо и землю и море и источники вод». И для верных христиан времени Антихриста будет звучать это вечное Евангелие Небесного Ангела, но уже в ином, радостном и утешительном смысле. «Бойтесь Бога и не страшитесь Антихриста, немогущего с телом погубить и души, ибо Он получит власть на краткое время и вскоре тут». Вопросы? То есть вот, если последнее во внимание брать, толкование, то еще раз прочитаю. «И для верных христиан времени Антихриста будет звучать уже в ином, радостном и утешительном смысле». Он сейчас Антихристом пугает, пугает печатью, все страшно гоняет, страшилки в интернете полно-полно. И люди действительно напуганы, что вот-вот Антихрист, это страшно. А здесь нам толкователь говорит, что в последние времена истинные христиане весть об Антихристе и о вечном Евангелии будут принимать с радостью. Мы же каждый раз молимся «Отче наш, забудет старство твое и на земле, как и на небе». То есть мы молим его о втором происшествии. Но, читая книгу «Откровений», мы знаем, что за три с половиной года до второго происшествия явится Антихрист. То есть без этого, без Антихриста, Христос не придет. Попущено будет дьявол, выпущен будет на свободу и будет его попущено все вот эти владеяния. Ну, коли мы это знаем и молим о происшествии, то есть по сути мы молим «Господи, давай, скорее пусть придет Антихрист и все это наконец закончится». А те, которые страшилки в интернете пускают, ну, они как молятся? «Господи, нам не нужен Антихрист и ты тоже не нужен, и не приходи. Нам будет еще пожить вот в этом вот, в грехе покупаться, вот в этой земной плотской жизни, подольше. Где же больше, жить, грешить и не болеть». Вот в логу таких людей. «Господь стучится и болезни посылает, и скорби, и войны. Убойтесь, поклонитесь Богу, сотворившему небу и землю. Не бойтесь Антихриста». Во все времена, мне нравится, были люди, предававшие Христа, то есть поклонявшиеся Духу Антихристу. Во все времена. То есть день кончины человека, это день прихода Антихриста. Так вот я еще на мысль хотя бы. Или Христа. Ну, ты не знаешь, когда твой день придет. А почему тогда с такой уверенностью ты говоришь, что вот Антихрист, вот Антихрист, вот он сегодня уже в мире, уже все, все, все. Караул, караул, помогите, спасите. Что делать дальше? Ты завтра, может быть, не привелся, и вот у тебя перед, перед тобой вот уже, уже, я не знаю, там, день суда, это день смерти. Человек не просто смертный, как мастер, но и, а внезапно смерть. Поэтому рассуждать о дне прихода Антихриста, вот эти ложные пророчества, там, сколько-то, вот эти сектанты-то их давали, что он, да-да-да, придет, не пришел, в таком-то году придет, не пришел. Позорились, опозорились. Вот же пророки, вот же пророки, нет, дальше продолжают люди верить, склоняться. Это все равно, что рассуждать о дне своей кончины. Все, каждого на на свое. Конечно, в последние времена интересно, как это все будет. Вот. Можно об этом, конечно, рассуждать, но не до истерики, не до паники. Потому что для каждого в последний день он в разное время настанет. Кто-то умрет сегодня, кто-то завтра, кто-то через 20 лет, кто-то через 10, кто-то через 40, кто-то через 50. Главное, это при жизни не отреться. Не отреться. Потому что можно еще до пришествия антихриста уже 10 раз отреться. Потому что люди до нас умирали и в ад шли без всякого антихриста. и спасались тоже без всякого антихриста. Что на этом, как бы, или как, знал бы день, в который умрешь, так соломки бы подселился. лукавство получается. Поэтому и Господь говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Не ваше дело. Я тоже с одним встретился, математик, все, он высчитал, все, попытался доказать, что в каком году конец это будет. Я ему, не ваше дело. Он мне опять. Я ему говорю, не ваше дело. Три раза. Он как раз зомбированный. Не слышит. Формула это приводит. А я верю, что у нас написано не ваше дело знать времена и срочи. Да, события, как бы, все об этом говорят. Ты реально начинаешь понимать, каким образом не будет наличных денег, каким образом не продать, не купить. Раньше, как бы, как не продать, не купить, как это. А сейчас вот с помощью вот этих электронных систем становится, да, открытой и понятной мурашки по коже, что да, это близко, да, нужно бодрость разновиться, чтобы не впасть в искушение, ибо сатана, антикризис будет искушать. А как искушать? Не обманным путем он будет именно против Христа, хулить будет Христа и Бога и будет отнимать веру во Христа. Он будет убеждать, что он не умирал и не воскресал, что я истинный Бог. так, вопросы? Окровение 14.8 И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон в город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Толкование. Час суда Божия наступил, и вот весть другого ангела. Пал, пал, Вавилон. Это будет началом суда, первым камнем, брошенным в мир при его осуждении Богом. 18-я глава, 21-я. Если сказано в прошедшем времени «пал, пал», то это не означает, что падение Вавилона было ранее жизни тайнозрителя и самого видения. Вавилон представляется падшим только в самом видении. Разойдет же это в кончину века и станет событием совершившимся для людей того времени. Для тех людей прозвучит весть «Пал, Пал, Вавилон». По значению имени Вавилон смешение бытие 11-9. Весть ангела можно разуметь как падение с наступлением суда и кончины века смешения настоящего мира с грехом и всякого житейского смущения. Весь этот хаос и смешение которые ныне царствуют в мире как Вавилонская башня устремятся к небесам при Антихристе падут и исчезнут в час суда Божия. С другой стороны Вавилон город великий это будет действительно великий богоборческий город последнего времени. Вавилон Вавилон один из древнейших городов мира вообще это древнейшая цитадель богоборчества и всякого нечестия. это злейший враг Израиля. Тот известный нам ветхозаветный древний Вавилон прототип великого города последнего времени. Из жженых кирпичей воздвигалась древняя Вавилонская башня к небесам Вавилон 11.3.4 Вавилонская башня из дел сожженной совести вознесется к небесам в последние времена 1 Тимофею 4.1 и 2 Об этом городе последнего времени сказано что цитата «яростным вином блуда своего напоил все народы». Подобно было сказано пророкам Иеремием и о древнем халдейском Вавилоне цитата «Вавилон был золотой чашей в руке Господа опьяня опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали» Пророк Иеремия 51.7 «Упиваясь яростным вином блуда». Слово «яростный» означает «жар», «пламя». Блуд здесь назван «яростным», огненным вином воспламеняющим все тело и разжигающим все страсти. Подобно этому и великий город кончины века воспламенит все народы, напоит их до безумия нечестием и всеми мерзостями. Вавилон научит все народы блудно ходить перед своим истинным Богом. Блуд здесь любая неверность Богу и общение с грехом. Известно влияние великих городов на прочие города. Как из рассадников зараза расползаются из них по всему миру нечестие и пороки. Таково будет и расклевающие влияние этого великого города последнего времени на весь мир. И не просто равнодушно будут люди грешить и отвергаться Бога, но совершать это яростно, как обвиненные до безумства. Тогда внезапно придет конец этому городу. Пока народы безумно пили из Вавилона, как из золотой чаши, яростное вино блуда и безумство валит, внезапно пал Вавилон и разбился. Иеремия 51, 7, 8. Так будет и в кончину века. Пал, пал Вавилон, начался суд. когда явится горний небесный Иерусалим, тогда сей Вавилон окончательно падет и исцепится. Блуд здесь назван яростным вином, но известно, что и крепкое вино может привести к блуду. Почему апостол и говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Песянам 9, 18. Мир сейчас затоплен блудодеяниями и распутством, реки вина текут не прекращаясь, и люд упивается. Не обратится ли это вино некогда в вино ярости Божией? Цитата. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаши, как оно ухаживается ровно, последствий, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Цитча, 23-я глава, 31-й, 33-й стихи. Вопросы? На прошлом занятии, позапрошлом, затрагивали эту тему, Игнатика считает, что этим городом будет Москва. Пророчество еще, что оно на семи холмах, кто-то соглашается, кто-то нет. Идем дальше. час у нас прошел, можно задавать вопросы не по теме, кого накопились. Пожалуйста, задавайте. Можно? Да. Значит, вопрос у меня по поводу мира, который принес Христос. Вот одно из критериев, почему иудеи не принимают, что Христос есть истинный Мессия, то, что, мол, он не примирил, не принес мир. Ну, Антихрист в конце принесет мир. В чем заключается именно мир, который принес Христос, и в чем как бы он не принес мир? Потому что говорит, что не мир принес, а меч. Мир трех слоев. Примириться с самим собою. Это очень трудный момент. Человек говорит, я себе простить не могу, что я делал, накладывать на себя руки. Примириться с ближними, примириться с Богом и в обратном направлении. Это легче делается, когда с Богом примирился. Заплатить нечем и пал, и умолял. Ну, отсюда вывод, что ты сто динариев мог простить. И вот этот мир Христос и пришел установить. А что он мирный, это просто он выезжает на осленке, на ослах, никто не воевал. Люди не понимали, что такое мир. Он говорил о том мире, который был разрушен в раю. Нам никогда не понять, ну, что особенного сделала Ева. Не убивала, ни аборты не делала, ну, какой-то плод, ну, сам же Бог насадил его. Их понять можно было. Повторяю, умерло более ста миллиардов людей. В Адаме все умирают, все. даже взятые Еноха или я на небо, минуя смерть, и они сойдут и будут убиты. И поэтому, чтобы с Богом был мир, нужно, чтобы кто-то ответил. Я это выразил в такой форме, не кажу, что Бог никогда, никому, нигде, ничего простить не может. Не может простить. Просто так, за так. Почему? Это его свойство. Вот, приподнимается чуть-чуть полок, возмездие за грех смерть. Но я же просил прощения смерть. Кто-то за тебя должен ответить, чтобы ты мог жить. И вот для чего это нужна искупительная жертва Христа. И сам мусульмане признают. Нет, у них он не берет на себя грех. Нет, у иудеев раввины, первосвященники грехи отпускать не могут. Этого нигде нет. Эту власть дал только церкви. Дунул и сказал, примите Духа Святого. А они не имеют. А раз не имеют, значит, еще сакрального и нету. Главное то, речь расправиться с грехом, примириться с Богом. Ангелы и пели «Слава Вышему Богу на земле мир». Где? В Рождестве Иисуса Христа Спаситель мира пришел на землю. И мир на земле теперь. Так воины. Воины, так кто не примет, это разделение. И это нисколько не противоречит тому, что должен быть мир. Мы должны мыслить так, как говорит Священное Писание. А война, не война, это никакого вообще значения не имеет. Если человек благодарит. Давид все время бегал и убивал и был мир. Апостол сидит в тюрьме прикованной и говорит «Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь». Он примирил нас с собою. Во Христе мы прощаем ближнего. Это невозможно. Ричард Вурнбрат, это Бухареста касается. Это времена еще Ушеску. Он сидел в вузах, жену арестовали, она там сидела. Я с ним переписывался даже. Вот они пригласили одного человека, который уничтожил ее детей, сыновей. А он не знает, за столом сидит, он поперкнулся, чуть не помер. Когда она его накормила, все, тогда вы меня наверное не узнали, нет, но вы меня веревкой это опутывали, это привязывали, а потом бросали в Дунай и вытаскивали. И моих-то детей вы тоже утопили, уже не вытащили. И она его пригласила, накормила, я ничего не имею против вас. Это Господь допустил. Румыния. Вот как. А это возможно ли где-то? Нигде, только в христианстве. Нигде более. Это невозможно. Но однако внутри человека вот это живет, даже такое мстительное, как ислам, кровь за кровь. Но однако, когда человек маленько расслабится, он начинает думать по-христиански, гонится за одним человеком. А он добрый, оксакал, он к нему в саклюз заскочил. Отец, спрячь меня. За мной убийцы гонятся. Поклянись мне, что ты меня не отдашь, иначе я сейчас убегать должен дальше. Нет, я тебе никогда не выдам. Не выдам. Ну, прошло сколько там минут, и забегают эти. Вы не видели, куда убежал? А что, я смотреть должен? Человека поймать надо, он достоин смерти. Ну, а почему он достоин смерти? Ваш сын где? Да, где-то в городе. Он сына вашего зарезал, сына вашего. Он так и вздрогнул, вся его надежда. И он его убийцу спрятал, и он его не выдал. Поступил чисто по-христиански. Вот как мы видим, Рамзан Кадыров, на него покушение там готовят, и арестовали всех, они стоят и родители. он говорит, за что вы меня убить хотите? У нас все есть сейчас в стране, вот большая мечеть построена, вы для чего делать это? И он поступил по-христиански, просил их, невероятная вещь, убийц, засланный специально, мусульманин, а у него, он знает, что кровь за кровь, но однако, вот это прощение приобретает друзей. Вот весь мир, мир с ближними, мир с самим собою, а как? Выжечь, что было, отвергнись себя, ты должен сам себя возненавидеть, смотреть на себя не могу. Павел говорит, я не достоин называться апостолом, я гнал церковь, я не достоин. Петр плакал до самого конца, Бог просил его, все, а он продолжал плакать, я отрекся от него. От кого я отрекся, которого весь мир не стоит? Вот тот мир, который Христос нам принес, это возможно только в нем, и поэтому не нужно, он отсекает родные, близкие, делается врагами, чтобы установился мир. Это для мира делается. Тело гниет, семья тела, отсекает ненужное гнилье, остается целое. все. Еще вопросы есть? У меня вопрос. Вы говорили, что существует канон, порисающий тех, кто оставлял семьи и уходил в монастыри, верно? оставляют. Да. Оставляли детей, отдельный канон, кто оставляет детей ради благочестия, ради благочестия, под клятвую, оставляющий жену ради благочестия, под клятвую, женщина переодевается в мужскую, в монастырь проникает, под клятвую, родители оставляющие, под клятвую. Почему? Вынуждено было, потому что были монастыри, как у Пахоми, 11 тысяч, но описывает, что были монастыри по 50 тысяч человек. Но учитывая, что во всей Римской империи было всего 120 миллионов до Индийского океана. Поэтому это огромное число людей. Некому было, не пахло. Ну, то есть рассыпаться начало государство. Бежали, искали лучшего. Нигде Христос этому не учил. Чтобы Христос... Притча была бы такая. Царство небесное подобно людям, которые поверили во Христа, желает Царство небесное, которые построили стену, спрятали за нее, молились, не разговаривали, ну и все проще. Возненавидели весь мир. Царство небесное подобно таким людям, которые молчали. Нигде этого нету. Этой притчи должны были бы быть, если бы было в проекте монашества. Его не было. К монахам-то нету слова нету. Ну, хорошо. Тогда как понимать слова в Евангелии от Матфея, 19 глава, 29 стих. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас стукрат и наследует жизнь вечную. Речь идет о том, которые препятствовали. Вот нас встречалось, у меня на занятия приходило, меня из дома выгоняют. Или ты с нами остаешься, или уходи из дома. Вот и все. Выбор не надо делать. Пустой. Только такой, как Христос сказал. Встал, отряхнулся и пошел. Отряси на них. Это говорится о тех, кто препятствует, кто не желает, чтобы ты был верующим. Они себя ставят напротив. Ты нас избираешь, или это? То есть, если жена препятствует, и человек уходит в монастырь, то этот канон на него не действует. А она ставит вопрос, или ты со мной остаешься, или уходи. Со мной остаешься, или уходи со своим Богом. Он говорит, я оставил, все, ушел. Ну, конечно, он нигде никогда не должен жениться. Речь идет не о монашестве, а избрании того, что Господь повелел. Возненавить, даже отца возненавить, мать. Вот. И попутный вопрос, вот когда вот он перечисляет вот этих вот братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, земли, а в этом перечислении не стоит мужа. Жена стоит, а муж не стоит. Не следует ли это из того, что мужа все-таки, если он препятствует, оставлять не следует. Жену еще можно оставить, а мужа вот... Я объяснил, сказал, когда препятствует. То есть, обыкновенной жизнью жить, работать, помогать, они не согласны. Ты должен сейчас решиться, или отречься от своего Христа, или пошел вон отсюда. То есть, неважно, муж и жена, если он такое условие оставит, либо пойдем со мной выдали лицкое капище, либо развод, ты должен выбрать развод. То есть, ради этого это... Я уже два раза ответил. Все, благодарю. Слава Христу. Еще вопросы? Ну, заканчивается семинар Академии белое священство, черное священство. Жену монашества, черное священство-то. Вопрос в чем? Монашество-то, и сейчас оно есть-то. Вопрос в чем? Мы что, утверждаем, что его нет? Ну, я не знаю, как сказать-то это. Не знаете, вы формулируете вопрос, запишите его, проверьте, дней за пять. А потом задайте, а то он скажет, не понять, в который раз уже. Муту только наводите. Есть бело-черное монашества. Дальше что? Чего? Еще вопрос? Нету больше вопросов? Можно мне спросить? Конечно же можно. Игнатий Тихонович... Почему-то спрашивайте, можно, нет? Если я говорю, вопрос. Простите. Вот, Игнатий Тихонович сегодня говорил, что Василий Великий, он все-таки защищал монашество, но, насколько мне известно, он наоборот, его не защищал. Например, он не любил слово монашество, и даже, например, людей, которые посвящали себя Христу, он называл просто христиане. И у него также есть слова, где он говорит, что, кто не знает, что человек, существо нежное и общительное, и призвано к таким же людям, вот, себе подобным, призвано к общению. Вот. Из этого, мне кажется, следует, что он был против пустоножительства. Вот это уж никогда не слышал. Мало о нем знаете. Василия Великова 91 правило, посчитайте. 91. Оно в книге правил взято. Ни одного больше человека так не возвысили, как его. Но определенно он монах был. Он себе хлеб пек такой, говорит, который есть невозможно было. Что за хлеб? Специально там сырой, прокишься или что-то. Ну и жил-то он сколько? 49 лет. И все, жизнь кончилась. Может быть, он был против пустоножительства, потому что вот у него даже прямо такие слова есть. кому неизвестно, что человек существо нежное и общительное, а не дикое и одинокое. Ничто так не свойственно нашей природе, как пребывание в общении и себе подобными, как потребность друг к друге и как любовь к ближнему из нашего рода человеческого. Речь идет о кеновиях. О кеновиях идет, речь идет, ни о чем другом. Чтобы по отдельности где-то по пещерам не прятались, а были вместе в монастыре. Он за монастыре, за кеновийный образ жизни. Вот только что. А, значит, он был против пустоножительства, чтобы уходили куда-то в пустыне. Не пустынно жительство, а одиночество в отдельных пещерах. А если там было трое, то этого достаточно было. Спасибо, Христос. То есть первая мысль возникает, что он как бы ну, то, с кем общается. Муж с женой больше всего общается. А можно и три монаха они тоже общаются, три монашки тоже общаются. Почему он за кеновийный? Уходили по одному, и поэтому он был против. Кеновия – это когда люди вместе, общежитический образ. Ну, представь, отдельно, он захотел подвязаться. Это жития святых я беру. Ну, увидел на скале там маленько что-то как нора какая-то. Он залез на там пещеры, и он учителю сказал, я туда залезу и буду там подвязаться. Работать не хотят, но ему там на веревке подают, а куда уж отходы девают, я не знаю. И у него зашкалило, и к нему является ангел. И сказал, что завтра в 10 утра за тобой колесница будет подана, как за пороком Ильею. Он только никому не говори, но он не вытерпел, учителю сказал. Тот услышал, ой-ой-ой, я ему говорил, с ума сошел. Бежит, бегом, только успел залез, ты ему, ты что придумал-то? Да какой ты? Ну, посмотри сам. Смотрит, правда, колесница, прям с небес опускается там. Заходи сюда. Он его ухватил и держит, а те его ухватили за одежду, которые придут. И давай на колесницу и рванули его. Он там перекрестил, и Господи Иисусе Христец, и не Боже, да помилуй меня грешного-то. Они сейчас, как дым, дым, грохот, исчезли. А его эта ряска полетела, полетела и упала на камень. Он говорит, вот где ты бы лежал сейчас. Слазь сейчас же, больше никогда не пойдешь. И выпер его обратно в монастырь. Вот об этом речь идет у Василия Великого. Другой тоже, а мне ангел является. Какой ангел? Почему мне не является? Павел Фивейский, считайте. Ну, он тогда как? Вот я не знаю, когда он является, и он говорит, тут шапочку как шить, какую обувь надо там, то есть он как будто портной к нему является-то. Ну, тот пришел, они мигом сообразили какой-то ему шалаш, он говорит, я буду рядом. Если еще ты крикни, я хочу с ангелом сам разобраться. Нету ангела. А как является? Да через день. Он живет у него две недели, нигде ангелом не является, нигде. Ну, сколько можно ждать-то? Больше ты его не слушай. Это не ангел, он лжец. Как вот фатимская богоматерь в Португалии это явилась. Это сатана явился, уже доказано. Фатимская трагедия у меня в книге к истинному православию там написано все. Падала в виде шерсти, а теперь лепестки рос. Были в то время съемочные аппараты, как кино ставить-то. Все это было. Фотографии. Все изъяли, ни одной нигде нету. Что они прячут-то? И главное, что потуплю папы, Россию. Божья Матерь заботится о России, починить папе. Больше ей заниматься не жим. И как она... Люди стояли, последний раз было там где-то около 50 тысяч собрались-то. И вдруг с неба как диск падает. А погода была, все промокли. И он над толпой диск пронесся, все упали в грязь, и все высохли сразу. А фигура, которая являлась, глаза никогда у нее не видели, рта не видели. Являлась в ветвях деревьев, и разговаривал только, один контактер был. В прошлом или позапрошлом году только умерла одна долгожительница. Вот как дело-то обстояло. Ну, к истинному православию зарядите и почитайте. Троянский конь называется. Это обман. Чудовищный обман был. И поверили в это. И православные батюшки проповедуют, ой, о России Богоматерь Фатиме говорила. Ну, она что говорила-то? Ну, накануне революции Сатана знала. А Сатана знает все тайны, которые касаются убийства и лжи. А он посеял-то. Он следит, как... Один рассказывает, как он на стадионе. Он почему-то стадион очень любит. Там выступает где-то. Не важно, кто там. Борется там. Или бегает в футбол. Или что-то там еще делает. Может быть, с слонами, со львами, с собаками. Но там является-то. Ну, и Сатана принимает отчет. Как было? Он говорит, я погубил. Погубил, сразу погибло 1700 человек. А как ты сделал? Ну, я сказал, стройте корабли, где-то скажите там, что сам Бог не потопит теперь этот. Говорили, да? Говорили. Ну, и в море выехали. Я на льдину напорол их. И все. И они пошли ко дну. Сатана говорит, бейте его, этого демона. Зачем ты делал это? Они и так мои все были. Да там блуд какой делается. Сейчас показали, показывают там, ну, этот, Леонардо-то, Леонардо-то. Он там главную роль играет. Хорошо. Второй доклад делает. Точно так же. Многих погубил. Так. Бейте его. Цепями. Маленький бесенок там какой-то говорит, а я вот 28 лет в пустыне был. Ну, и что? Ну, и там я в одной келье научал, что видение ему разное давал. Говорил, что иудейская вера правильная. Все это правильное. А христианство неправильное. Ну, и что? Совратил. Вот отец Сергий у Толстого описан. Совратил, послал женщину. Она стучалась, зверей боялась. Он запустил, но согрешил. Сатана говорит, вот ему отдайте честь. 28 лет отдал, чтобы одну душу погубить. Работа серьезная у них идет. Вот какие есть рассказы. А эти-то что их убивать? Они и так мои были. Они бы еще жили, еще больше нагрешили. Все. Братья, это Роман Фроликов. Но тут еще получается, когда спрашиваете вопросы у кого, не сразу получается включить микрофон, переключиться. Поэтому бывает, как бы, подождать нужно. вот вопрос такой, что по поводу вот артистов, актерского вот ремесла, вот, то есть, получается, что это не так уж это и плохо, не всегда, да? А если, допустим, вот тот же актер, он переодевается, играет женщину, тогда как переодевается в женскую одежду на сцене там или в кино, там, ну, какой-то комический там образ у него там. Запрещено. Канон об этом говорят. И канон говорит об этом, и второзаконие, 22 глава, 5 стих. Остались, говорит, актеры, Игнатия Бринчаина, по актеру ничего не сотворят. Он говорит про монахов. Ну, они делают там, это его дело. Почему? Там были бассейны, голые женщины купали, Златоуз говорит. Он насмотрится, приходит на свою жену-то за трапезную и смотреть неохота. Вот еще, Мария, а не о том, что фильм стоит, допустим, пророк Иеремия. Что там он говорит? Он показан пророк Иеремия, прямо точно по Библии. Или вот смотрим фильм «Искупление». Кто не видел, посмотрите. Для евреев специальный фильм «Искупление». Запишите. «Искупление». Пасху еврейскую как спасает христианин и евреям все показывает. «Искупление». Он короткий, минут 40. Вот это фильм. Да-то его, артиста никакого и нет. Это как будто бы в еврейском обществе сняли все. Там ни о каких же... И женщины есть, и все там обращаются, другая нет. Вот артист артисту разница. Которые вот эти вот, как сказали там, комические, мимические актеры, ну, это не положено. Она приравнивается, такая актриса, к блуднице. Если на ней кто женился, священником быть уже не может. Но было такое в житиях святых, что актер делает какие-то жесты, показывает, он решил христиан продергивать. Поставили купельник, говорит, крестят вот так вот. Я даю обещание во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. А дальше начал говорить, а люди думают, это по программе так. А он обратился, покаялся уже. Дальше он начал искупелить, и выходит, уже крещение было, и он уверовал. Ну, и начал говорить о Христе, и пошел под нож. Вот такие случаи были. Артист артисту разница. Ни о каком переодевании, даже и разговаривать не надо. Зачем? Вот сейчас умер этот Задорнов-то, как о нем скорбят. А он всю жизнь только смешил, кривлялся. Я сказал вот это, Господь наказал, вот черная заноза в мозге ему. Он только смешил. Горе смеющимся ныне, горе. Он рассеивал горе всю жизнь. Блаженный плащущий, ибо они утешатся. Вот норматив, чтобы плакать. Как Ефрем Сирин плакал, под глазами борозды были. А этот смешил и смешил все. Все везде смешил, люди смеются, а ему это приятно было. Ну, кривляка. И все, царство ему небесное, под его роликами ставят. Какое царство, за что? Он говорит, я крещеный, правильно, но по душе я язычник. Языческие фильмы ставил, восхвалял родноверство. Он еретик, злостный был, враг церкви. А вот он там причащался, не причащался, исповедовался, вот там соборование было. Он без сознания был. Бывшие там показали, он совершенно уже не был, он мертвый был. Только что дыхание было в ноздрях. Бога хотят провести, обмануть. Нет покаяния таким? Нету. Но некое страшное ожидание огня. Готово пожрать противников. Вот Хворостовский, прямо говорит, Бога нет, за гробом ничего нет, меня сожгите. Пепел, как будто никогда его не было. Я нашел у него, зарядите верую, когда он поет. Уже больной. И поет верую во единого Бога Отца Вседержителя. Какое страшное лицо ему. Ему дается с трудом эти слова, он буквально выплевывает. Вот поет Федор Шаляпин, он нормально, у него голос, все, а это нет, уже ничего не было. И что интересно, тут сказал один, тайно, ему звонил по телефону, друг его, и перед самой смертью у него пропал голос, только говорил дисконтом, а был-то баритон. Все. Почему, говорит, горбатого могилы исправят? Видимо, он расправляется, длиннее делается. Так и этот, глухой начинает слышать, слепому видению он что-то видит. Этот голос, он подбивался и было отнято. Твоего там ничего не было. От Божьего дара было, никогда десятину не платил, в храм ногой не положил. женится, да разженивается. Все. Братья, это еще Роман Фроликов. А вот как продолжение, получается, вопроса. Вот сейчас тоже перед Рождеством, вот, в воскресной школах, в храмах разные сценки тоже вот готовят, театральные такие бывают. И часто вот дети там представляют образы животных, они как животные, даже костюмы одевают, там что-то, которые там пришли как бы в хлеву, там вот, когда Господь, наше слава, ему родился, они там, значит, вот тоже там прославляют его человеческим языком, или там просто как бы, или молчат, но как животные, вот представляют животных, дети, люди. Как это? Представлять, может, не надо, он и животные. Вот одна подошла, и архиерея нашего, тогда был Гедеон тут, там Саша служил прислужником, он рядом был, рассказывает, подошла она, Владыка, благословите на ее родство. Он говорит, зачем тебе ее родство, ты дура от рождения. Тебе ничего ее родствовать не надо. Пришла благословляться на ее родство. Ну, зачем это нужно? Другое дело, они волхвов представляют, как бы заходят, и чтобы понятно было, то тут еще такого нет. Это хорошо об этом пишет доктор Мартанцен, у него о христианской нравственности называется, книги его, два тома. Вот, Яма Амоскоменский, его называют отец мировой педагогики, как раз об этом говорит. А Златоуз говорит, театр, это театр, вы о театре говорите, театр, театр, училище разврата. Ну, тут-то какой разврат? Они там нагло полотенце надели, дары приносят, чтобы понятно было. Ну, я никогда на это не иду. Ну, не иду просто, не иду и берегу себя. Ну, тоже бы на какого-то сошел старика. Показывает, и училище разврата. А какой тут разврат? Тут и нет, он не об этом говорил. Надо же все-таки понимать, о чем они говорили. А он сказал. Ты разберись, кто сказал, когда, кому, с какой целью. Четыре вопроса ответь, и вопрос понятен будет. Все? Помолимся. Аллилуйя. Достойная стекова истину, Блажитетя Богородицу, Пресноблаженную и пренеборочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую и Рубим, И славнейшую без сравнения с Родим, И отыскания Бога слова, Сущую Богородицу, для величиного истинства. Тихо. Милосердный Создатель и любящий наш Отец, мы славим Твое святое имя и дела Твои за любовь Твою в Сыне Единородном, который воплотился ради нашего спасения, пострадал и воскрес для нашего оправдания. Ты многое нам говоришь из Евангелия. Господи, научи нас с радостью исполнять то, что Ты дал нам. И чтобы правильно мы воспользуемся постами, которые дали святые отцы, чтобы одержали полную победу над врагом душ человеческих. Распусти нас с миром. Тебе, Господи, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. Аминь. Аминь. С Богом. Спасибо, Христос. Вопросов нет больше? Спасибо, Христос. Храни Господь. Давай.